всем привет друзья с вами варчик хочу вам рассказать в этом видео про события которая начнется 30 ноября и закончится 10 декабря на все про все 10 дней называется зимняя охота это принципе то же самое что и до этого было это марафон на прем танк прем танк который можно получить бесплатно прем танк 8 уровня пт советская су-130 pm будет у нас 10 заданий выполнение каждого задания снижает стоимость прем танка на 10 процентов выполнение 10 заданий дает вам бесплатное получение прем танка за каждое выполненное задание еще есть своя награда каждое задание можно выполнить двумя способами это задание на скилл либо задание на такую вот терпеливость и усердие выполняя задание на скилл вы сможете за меньшее количество боев если вы скиловик на десятом уровне выполнить эти задания но честно говоря некоторые задания довольно таки сложные и в основном они заключаются получать какую-нибудь там медаль основной калибр что получается делать довольно таки редко либо это задание какое-нибудь попасть в топ-1 по опыту либо в топ-1 по урону и это нужно будет выполнить не один раз а допустим 10-15 раз это конечно не с первой задачи такое начинается но постепенно с каждым заданием сложность увеличивается но если мы не скиловик у нас есть задание на усердие в них нужно набивать просто чистый опыт и при этом попадать в топ-10 по опыту за бой то есть если вы плохо сыграли либо вы на каком-то боте пытаетесь выполнить марафон у вас не получится поскольку нужно попадать в топ-10 а для этого нужно хотя бы что-то делать и таким образом выполняете просто получая чистый опыт если вы прошлый раз участвовали в таком марафоне то по сути вы особо изменений заметите поделюсь своим опытом с прошлого марафона и скажу вам что разные задания лучше иногда выполнять на скилл а иногда лучше усердием это нужно про каждое задание отдельно посмотреть и подобрать под свои танки под свой скилл как и что лучше выполнять какое-то задание пройти скиллом какое-то усердием я на стриме попробую все это выполнять получить танк посмотрим за сколько я его получу сколько времени на это понадобится некоторые задачи буду на опыт выполнять некоторые на скилл посмотрим на этом про задание и про марафон у меня все все довольно таки просто каждое задание мы разбирать не будем в этом видео поскольку в этом нет смысла просто одно и то же перечитывать по 200 раз тем более вы это сами еще миллион раз увидите да и там нового ничего нету честно говоря все то же самое с прошлого раза только немножко там подрихтовали под 10 дней итак давайте поговорим теперь про танк который мы получим это у нас су-130 pm и сравнивать я его буду со скорпионом г в принципе посмотрел всякие разные там дтх я пришел к выводу что су-130 pm это танк который имеет более лучшей маскировкой более лучшей подвижностью вращением на месте и максимальной скоростью на 5 больше но чем же мы расплачиваемся расплачиваемся мы тем что у нас стабилизация хуже при том что мы еще и быстрее немножко ездим и ворочаемся стабилизация когда мы едем просто прямо должна быть более-менее как у скорпиона плюс-минус а вот когда мы поворачиваемся там должно быть еще хуже хотел скорпиона стабилизации тоже нет таким образом мы будем после каждого движения останавливаться и сводиться увн и у обоих наших танков минус 7 градусов это довольно таки хорошо и вверх пушка усу-130 pm поднимается на 37 а это в разы больше чем у скорпиона у которого 14 иногда бывают моменты когда вверх пушка должна подниматься хорошо если она не поднимается это очень печально также еще что немаловажно что точность усу-130 pm 0.34 а у скорпиона 0.29 и это разница которую вы заметите также еще сведение у скорпиона на две десятых лучше у скорпиона 201 у советской пт 2.21 в целом комфорт стрельбы у скорпиона должен быть лучше но подвижность маскировка и вращение на месте должно быть лучше у советской птшки также еще у советской пт альфа 520 у скорпиона 490 разница небольшая но все же она есть но и у скорпиона пробитие 246 в тот момент когда у советов 243 ну и перезарядка 1304 у совков 12 и 2 у скорпиона в целом эти танки примерно одного и того же геймплея один более точен в стрельбе другой более мобильный и незаметный проходимость грунтов у этих танков одинаковая немецкий танк весит 38 тонн а советский 24 мощность двигателя немецкого 650 советского 400 при этом удельная мощность получается практически одинаковая 17 у немца против советских 1667 разница всего лишь в 23 сотых в целом здесь даже трудно сказать какой танк из этих лучше какой хуже возможно выживать и перемещаться по карте на советском танке будет лучше но комфорт немецкой пушки будет немножечко лучше но сказать что советская пушка по цифрам плохая нельзя поскольку точность 034 без всякого оборудования это довольно таки хорошая точность также если говорить про обзор у обоих танков обзор 360 здесь ни у кого преимущества нет в целом советский танк должен быть хороший и популярный такой же как и скорпион г может быть в какой-то мере он будет более популярен может быть кому-то будет нравиться больше скорпион г здесь уже посмотрим но по цифрам в принципе он сбалансирован плюс-минус как скорпион г в чем-то чуть лучше в чем-то чуть хуже тем более сейчас когда балансировщик заставляет восьмерки играть почти всегда с десятками танк с такой пушкой и подвижностью не помешает вашем ангаре опять же это очередная уловка разработчиков для того чтобы поднять онлайн в игре тем более сейчас еще прошла акция в которой награждали людей у которых очень старые аккаунты таким образом люди вернулись посмотреть что они там получили какую награду тут им сразу втюхивают марафон ну и потом еще после того как поднимется онлайн на новый год начнут продавать коробки в целом неплохая такая стратегия напихать больше людей в игру вернуть кого-то потом им еще чего-нибудь продать но есть одна загвоздка игра в целом по геймплею лучше не становится а с этими акциями и марафонами жопа будет гореть в рандоме еще ярче поскольку геймплей нам будет отдаленно напоминать геймплей я надеюсь что у нас с вами хватит нервов пройти этот марафон а игра после марафона улучшится но все мы с вами знаем что за все существование world of tanks геймплей не улучшился ни разу но надежда умирает последней с вами был варчик играть красиво удачного марафона и пока марафон